Каждую субботу вечером начинается воскресная служба. Я поставил задачу попытаться разъяснить Евангелие читаемое. И вот ушел целый год. Говорил на одну тему, евангельские чтения, субботние только. Притом беру и разъясняю те места, которые мне кажутся, что не совсем вам понятны. Вот как. Что если бы вы стояли рядом, когда я выбираю, на что сегодня сказать? Может было бы другое. А я представляю вас, ваш уровень развития, что бы вы считали. На чем я остановился? Вот сегодня такой большой отрывок, как в откресении Господь и верстал ученикам в 3-й раз, стоя на берегу. Успеет все эти повеления Господа. Благословенная правая сторона выдает улов за всю пятилетку, в одну ночь. И что дальше? Хотя рыба пламена, но ученики голодные. Рыба вытащенная, в желудко впустят на берегу и обложенный костер, и на нем рыба. Не думайте, что Господь ходил и собирал сучки, которые выбросило море, и которые подсохли. Все это было чудо. Из ничего. И рыбу эту никто не ловил. Она просто явилась и все. По повелению Божию, ни из воздуха, ни от куза, как в День Творения, говорит Иоанн Затарусский, это чудо было. Там чудо было, ловля рыбы. Но чудо более близкое к естественному порядку. Лотка, сетьки, ячейка, все заштопанное, размер жабр, голову проснулось, все понятно. Дальше-то сплошное чудо идет. И Господь приглашает их. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 12 стих. «Придите, обедайте». Я остановился на этих словах. «Придите и обедайте». Все остальное на остальное оставить пока без истолкования. Скажу, что скоро я заканчиваю растолковать четвертое Евангелие от Иоанна. Времени ушло много, но, думаю, кое-что все-таки останется. Все-таки мы неплохо полубачили в течение года. Где и кто и как приглашал обедать? Что означает слово «обед»? Не «обед», а именно «еда». Что за этим кроется таинственное? Как это относится к нам, призывает ли Господь? Вот на это обратите внимание. Написано так в Деяниях. Это написано хотя бы в Деяниях. Не раз Господь приглашает их. Но в детском Зарихе тоже это встречалось. Говорится о том, как Израиль согрешил. Были пленены почти все и дети царей. Над Детями царя совершенно было ужасно. Их кастрировали. Потом все от них не будет. Иногда прерывался царский род. Но они делали с большими сановниками. Там у того царя назывались ернухами. Считают, что один из таких ернухов был до нее. Его всегда на иконах изображают безбородие. Безбородие это или несовершеннолетие, или кастрат. Тут что-то одно из двух. И вот когда их взяли в плен, то знали, что царские дети. Дети и до этого были воспитаны хорошо. Развитие ребенка идет. Особенно бурно до 4 лет. Отпилили их. Они уже у отроки были. Ясно, что многое не знали. А может быть знали халдейские дети. Потому что мы видим, что они свободно разговаривают. И решили, как обычно, выдавать им со царского стола, как тогда были спецстоловые у цикапартии черного хода. А они отроки-то отроки. И знают, что от пищи-то наполнение мышечной ткани и красота. Не стань кормить. Куда? Красота делится. Глазницы, упадина. На кого ты похож? Скелет, говорит ли, скелет. Только и сего. А они рассудили иначе. И евреям не все разрешалось есть. Под страхом смерти запрещалось кушать идоложертвенную. Под страхом смерти запрещалось кушать то животное, где неразвоенные копыта. А если развоенные, нет жвачки, как свинину. И они предпочитали лучше умереть, но свинина не оскверни свой род. 2 Макавейская, 7 глава. 7 сыновей. Один за другим умирали в страшных пытках. Но они непоколебимо держали закон, данный Богом через гроба Божия Моисея. И вот они были испытаны. И оказалось, по определенному времени они выглядели красивее. Ибо с садского обеда не стали брать. Может быть, нам тоже надо подумать. Мне приходилось среди верующих встречать, что идут на поддельные пенсии. Дня не были под землей, получают шахтерские пенсии. Женщина. Я говорю, а почему? Ну а почему? У меня знакомые есть, там выборы, и вот теперь я получаю. Я знаю таких, которые работали в шахте. Я бы сказали, что вообще от пенсии. Они считают, что пенсия – это от антихриста. У нас в Талинке такие живут. У них большие бы пенсии были. Шассеры, женщины. Но они отказались. Как Бог рассмотрит тех и других, не знает. Но уважение вызывает все-таки второе. Это мужественный поступок, как отроков. И при том, никто из них не знает, все выглядят нормально, все живут хорошо. Идите и обедайте. Нам государство предлагает, а мы должны смотреть, честно это или нечестно. Если бы депутаты, которых избирают, я не голосую, я не виновен, что над нами такие начальники. Если бы у них была вот такая же совесть, как у этих опытов, они бы себе не выколачивали пенсии в 50-70 тысяч. И от вас до 100 тысяч сегодня. Они бы с царского стола это не брали. Вот какое эти выставки. Они обедают за то, что выполняют волю президента, выполняют волю вышестоящих, тех мастонов, которые поставили. Да никто не дает. Это надо с него купить. Вот что нам говорится, с какого стола обедать. Господь приглашает обедать. К нему надо идти. И в ответ, что ведь Господь ничего не потребовал на этот обед. Никакой платы нет. Просто я люблю вас, я вас накормил. Господь нам что дает? Дожди ранние, поздние, все нам в достатке. И все это даром. И при том все легко, без всякого насилия. Как легко дышится, даже не замечаешь. То, что естественно. Где не по которой рука химии. Посмотрите, как легко переваривается желудком. Придите ко мне, ешьте естественные продукты. Ешьте рыбу, ешьте что сами сажаете. Не ешьте вы эти отройные бананы. Смотри, я за вас болею. Дети болеют. Их специально там обличают на юге, чтобы и дорога не портил. И сюда желудка появляется. Небольшое слово обедайте. Но оно нас ведет по всему священному писанию. Даниил, верный Богу, однажды был оклеветом за поклонение Его и брошен в львинный ров. Кто накормит? А в это время в Израиле там идет пророк, сделал похлебку и несет обед своим жнецам. Аллакум. А Господь ему и говорит, иди в Абилон и в армию львинном накорми Даниила. Он говорит, я не в Абилона не знаю. Сроду в Нью-Йорке, в Москве не был. Ты еще ров львинный. Закон закрытый и ров. И вдруг ангел поднял ее за волосы, залез назад от пещеры. Даниил, раб Бога живого, я обедать тебе принес. Не думайте, что мы умрем с Богом. Бог сказал, придите и обедайте. Он пошлет нам все потребное. Я вам говорю, у меня во всей нашей общине самая маленькая пенсия оказалась. Почему? Мне не давали работать, кроме сторожей. Я нигде не мог, ни на стройке, нигде. Тысяча три рубля сорок восемь копеек. Он на мой каждый день какой-то Аллахом зависает. Возьми я обедаю. А в коже только чего нет. Все одно несут, я не могу отбиться. Я не люблю брать. Вы это все знаете. И а в коже еще появится, не знаю, все похлебка, то что несут. Я каждый раз смотрю, как из армейного льва. Только руку протягиваю и беру. Господь говорит, придите и обедайте. Положитесь на меня. А если бы тогда думала, как, у детей нету, пенсия маленькая, да как я проживу? Ну вы сами видите. Разве это не чудо, Бог дает, что мы имеем? В каком преизбытке? Какие у нас обеды? Какие трапезы? Станы ломаться. Да если вы-то все немного получаете. Господь сказал, придите и обедайте. Но нужно знать свою пищу. Ничто попало читать. Есть такая удивительная книга иудив, как женщины, видя, как охлопили руки начальствующих в Израиле, что они говорят, если вот еще три дня, и помощи от Бога не будет, мы отворим врага, пусть враг нас берет. И она пришла с великим гневом, красавица вдова. Вы что делаете? Вы почему Богу назначаете сроки? А он, может быть, через три недели хочет дать вам свободу. И вы знаете, она пошла к врагу, обольстила его своими цепочками красотой и одеждой. В ней в мешке была пища, которую принесла. А оттуда она принесла голову, она слезла. И ее там спрашивали, а когда кончится эта пища, чем будешь питаться? Она принесла в любом виде. Видимо, там были у нее разные крупы, и ее там готовили, но только ее. Нам говорят, нельзя и вред. Когда мы бываем у родственников, у родных, близких, нас приглашают где за столом. Да вот я Новый Год была, маленько что-то там где-то выпила. Почему мы это делаем? Почему мы не подражаем этой славой иудеице, имя которой прославляют уже тысячелетия? Она ничего не издала, что в стола, хотя ее привещал начальник. Он даже без нее пировать не хотел. Вот как Бог делает. Это мы должны им есть премьеры. Она услышала этот город при пяти обедах. Что мы читаем, что слушаем, что телевизор смотрим, чем нас кормят. Если это божественная передача, почему ее не посмотреть? Ну ведь мало там этого. Подряд всю рекламу, все смотрят и дети ваши. Где они будут дальше? Они больные, они больные желудками, не с вареньем. Их все время рмет. Ну посмотрите, что из этих детей идет. Они учатся скверными словами, похабными анекдотами. Молодецкие дети. Мы эти разборы уже не раз делали. Они услышали город дьявола, который говорит, идите у меня обедайте. Но город пастыря вовсе знают. Он нас зовет сегодня к Святой Библии, которая у нас лежит на Малуе. Он ведет нас к Святой службе, к дивным пажетам своим, чтобы мы слышали, что она начала Церковь читать. Псалмида-Винда, который наслаждает душу и прославляет Бога. Словно свящается. В Библии встречаются 119 раз. Вот начни исследовать. Христос призывает к исследованию, то есть каждое место рассмотреть и попытаться приблизить к себе, войти в него. 119 раз. Нет, Библия, а это целые сюжеты. О чем там речь идет. И везде говорится, что вредная пища бывает, ядовитая, пищу, пищу яд кладут. Смотрите, сегодня уже, какого, тысячи уже больных гепатитов. Уже сами придем, сам сам министр, там выехал все. Господь делает так, что положено эти 4-5 миллиардов, которые хотят умерть, как вы читали об этом, лишние едоки, уйдут в солено мира, а верующие, а им ничто не страшит. У верующих нет смерти. Верующий у меня перешел из смерти в жизнь, говорит Христос. Смерти вообще нет ее, она побеждена, если смесь поправ. Вот снимать надпись «Христос в Воскресе», а я бы этого не стал снимать. Всеволод Сарафим Круглев вот приветствовал. Почему? Радость о воскресшем Иисусе. Она не помешает. Может быть, попросить батюшку, пусть она останется. Мы все равно будем помнить под каким-то знамением любви Божией, Его воскресенье из мертвых мы находимся. Правильный Иоанн 38 глава, 27 стих говорит так, что Господь насыщает травы и дает им силу их зародышу к возрастанию. Вот кто дает возрастать семени. А ведь это каждый год чудо. Сто раз переворачиваясь, армяк растет, это тоже чудо. Не меньшее чудо. Зелье радует глаза человека. А это Господь насыщает. У меня был знакомый Альзин, молитвенник. И он просил Господа, Господи, я не могу понять, как вот корешки деревьев, корешки растений, как они и что берут-то у них. И однажды он идет, и перед ним там земля развернула, и он видит, как шарики маленькие, как вот цепочки, показывает, один за один корешкам и вот и дальше, и как они расцветают, и что из этого получается. Бог, она дает откровения. Но я знал, какую молитвенцу, которая только молилась, но она везде старалась проникнуть в домах, в старелых тюрьмы. Их там захватили в лагерь проникнуть. Они в ледяную воду разбили, лед, и по горной воде стояли, пока охранники прошли. на крышах печатали воззвания людям, чтобы любили Господа, печатали, сидели под крышами. И она молилась к Господу, смотрит в воду, говорит, смотрю, это сон. Но сон, это не просто сон. Она говорит, рыбки, а вы Господа знаете, они раздевают рот, она слышит голос, мы знаем нашего Торца. И подсказано, рыбы великие, малые хвалите. Это на нас как печать. Мы не просто играем, а мы славим Господа. И она с ними разговаривает, а птицы верующие, англитразные бывают, воробьи все верующие, а ласточки все постоянно славят Бога. Она всех спрашивает, ты скажешь, это сон, это сказки, ну ты сам маленько привели, привели, что есть. А одни живут при человеке все время, круглый год и как будто злого делу молчаются. Злой хозяин, злая собака. Думаешь, кого называют на заборе пишут, про себя или про собаку. Какой пищей питаешься? Псалмоперез Давид в 16 стихе в 15 стихе говорит, я насыщаюсь образом твоим. Вот чем надо насыщаться. Господь говорит, вы не знаете пищу мою. Пища моя творить волю Божию. Знаете, куда идет? Не рыба, а воля Божия. А ее упознанем из Евангелия. Давыд тогда говорит, он освещался образом Божия. Икон не было. Это было запрещено. А чем же он знал, какой Бог добрый, как он благ, как он дал Израиле чудный закон. И народности, которые услышат, что у народа Израиля такой закон, скажут, какой же это мудрый народ. Они считают закон Божий. Мы даже всему любим, мирные ли, что мы питаемся священной Библией, что мы дети Христа, что Бог дал нам святую православную веру. Это не просто пришел и стоял и по мощам где-то ездить. А мы считаем даже в Священное Писание миру явить истинный лифт первых христиан. А первые христиане это только православные. Никаких фикантов туда не было. «Благослови душа моя Господа», говорит Он, «Ибо я насыщаюсь от Тебя». Притча Соломона 11 глава 25 стих. Из-за пищи иногда бывает неразумение и разногласие. Деяния хокостов 6 глава Люди, исполненные Духом Святого, стали предпочтительнее относиться к своим единоверцам по нации. Не по вере, не по подвигу. А елены стали быть пренебрегаемы. Вы знаете, какое прошло разномысление, разногласие, и тогда решили избрать изреданных всю Духа Святого. Значит, на обед сготовить, подать нужен был Святой. Давайте сделаем вывод. Не просто так. Если к тебе подошло зло, зло и слова, вы ли это, сама не ешь и других не тронит. Пища несет в себе настроение хозяйки. Сегодня это уже наручно доказано. Вы смотрите, князя Ядислава, читаем, он пришел к Святому, спрашивает, а почему у тебя так вкусно все в монастыре? А у нас священник говорят, веселка, два раза стукнули, муки, когда три раза стукнули, воды привели. Отец, благослови, мы пищу растопаем. Опять обувь к единому. Отец, благослови, муки встыпаем. А у вас, как слуги, завидуют друг другу. Бывает, даже и ругаются. Другое. Это все в пище. Я говорю, нигде, у меня французские пекари, голландские разные специи привозят, а такого вкуса нет. А у нас, говорит, ничего нету, как у Прохора любедника. Обыгновенно черная любедника, по благословению возьмут, она спарщит меда. А кто укладет, говорит, больше ли эти. Итак, в книге Амоса, 8 глава, 1 апотестив, говорится, что придет время, когда люди будут голодные, не будут насыщаться, и Бог даст людям жажду. Не жажду воды, не голод хлеба, а жажду слышания Слова Господня. Вот к этому голоду еще худшему священники не считать православные привели пасть. И нет этой жажды. Кого не спросишь, Библию не знают, Евангелия понятия не имеют. Это время, которое сегодня в святке, провокировано в будущем по временам антишества. Тогда, говорит, жажда будет в народе, люди будут ходить от моря до моря, а сегодня нет. Какую Библию не возьмешь, сектанты им дают. Священники Библию не знают. Воюй, что из Библии не возьми, а ты что, сектант, ты что, баптист? Я вам говорю, какая радость. Маленькое послание местного епископа, Московской патриархии, это бедру, 11 ссылок на Библию, рождественное, пасхальное послание, это чудо какое-то, я не знаю, с чем это вызвано. Они за каждое слово били, чтобы не было, и потом с указанием, глава, стих, все-таки добились. Ну, не даром это все идет, мы сколько стучим, сколько сеем. И его послание как расцвело сразу. Потому что Бог говорит, человеческие толкования, они должны только поднимать, разъяснять, расшифровывать. Книга пророка Исаия, Иса 5, глава 2 стих говорит, зачем вам отдавать трудовое за то, что не насыщает. И во время засухи я буду питать вас, 58-11. Что не насыщает? А то, что не божественное. Пьющую воду возжаждет опять, а которую я дам, сделается источник воды вечной. Пищу, которую дает магазин, которую покупаем, возжаждешь ты опять. Ты алкать будешь завтра, но вкусивши дара небесного, причащающимся, он никогда другого не будет жаждать, он от этой трапезы уже никуда не уйдет. Господь говорит, придите обедать, этот голос мы постоянно слышим, когда священник призывает к трапезе священной, к причастию, когда душа наша рвется, соединиться с ним через таинство. Поклонник певицы, ребятишек, у бабушки больше. В этом я не виноват, ну и все. Если мы любим Господа, мы так и должны сказать, Господи, дай нам больше любви. Он, конечно, я не люблю, когда перечисляется маленькая такая брошюрка и историк, кающимся. Не надо лжать, не надо пулить. Бог дал нам любовь. Любовь к храму, любовь к Библии, любовь к священнику, к петлискому, к церкви православной. Но она недостаточно велика. Мы просим, Господи, умножь, умножь нас в веру. Это другая молитва. Она у нас вера есть, сознание есть, но умножь ее. Помоги! Во втором законе, восьмая глава, десятый стих. Говорится о благословении Господнем на землю, когда люди правильно, искренне любят Его. Вознакоме 8, 12, говорит, и когда в постройке хорошие дома, земля будет рождать виноградники, только не отретитесь от Господа. Сегодня в общей, да это власть, хуже, чем при коммунистах. Не хуже. Вежущие ходят на свободе, храмы открывают, потеряют подстроиться. Мы ведем занятия в университете. За одно это надо день и ночь Бога благодарить. Из Бога-то не умирают. А вот раньше было все. Че было? Забыли талончики. Благодарите Бога. Мы тогда благодарили, но и свящать, чтобы ропота не было. Мы ничего этим не делаем. Во-первых, ничего. Меньше скорых ели, за фортуру с нас не возьмут, если будем ругать их. А мы за правителей тоже молимся. Молимся и понимать, что они Бога не знают. В Сибири 43 глава 32 стих говорится о том, как к Иосифу, который стал уже премьер-министром Египта, пришли родные братья и подали обедать особо ему, особо египтянам и особо братьям. Почему? Египтяне считают при себя за грех обедать с евреями. Старобракцы считают за грех обедать с нами. Иудеи с самарянами не знаются. Господь не одобряет это. Не одобряет. Мы должны быть внимательны, должны быть благодарны, кто бы нам что ни подал. А с кем ты обедал? Ты же освети, Словом Божьем, молитву и села смещаются. И к лицу, ты, может, и не сумманина будешь вернуть завтра обедать. А с удовольствием. Книга Руф, 2 глава 14 стих говорится о том, как воус во время обеда Руф пригласил к столу Игорь Кьешквет и омакивая его лук. Сусловно, не знал, что эта женщина-мавитянка в дальнейшем будет прабабушкой Давида. Он просто был очень добр. Если около нас оказываются люди немощные приезжие, мы должны приглашать их за стол. Слово Христа придите обедать и коснулись нас. Мы должны за физический стол приглашать. У нас гости сегодня, не забывайте. Вы обязательно побеседуйте, узнайте, в чем нужда. И сразу возьмите их себе в памятник для молитвы. Они едут, когда тобой вернутся, чтобы Путин был благословенный. В 4 гигеи царств 6 глава 23 стих говорится о том, как сирийский царь посылает большой отряд страну израильскую взять в плен пророка Елисея. А он их ослепил, привел в центр страны и вдруг глаза открылись. Вот тут-то войдет уже и несколько. Они думали, будут там с погранотрядом наиваться, а догадываются внутри страны, а кого столицы. Царь-то как обрадовался. Да побить бы мне их. Он докопил их пленил. А что делать? Трапезы готовы. Разжигайте котлы, доставайте доначки, холодильники открывайте, накормите. Написано, всех накормили, и войны больше не было. Ни клятвы не надо, ни воевать не надо, ничего не надо. А что? Враг голоден накормил, жаждет напоя его. Нам говорит эта святая Библия. А ведь это где-то примерно 600 с лишним лет до Христа враг голоден накормил. Вот как он предвосхитил. Он говорит, придите и обедуйте. Говорит тем, которые пришли убить его. Евангелие Матфея, 2 глава, 4 стих. Господь посылает своих слух, говорит, вы скажите всем людям, что я приготовил обед. Значит, это и для нас. Он приготовил обед. Что это? Священное Писание Евангелия. Что Христос умер за нас. Что Он провел за нас свою причинствую кровь. Терпи за кого? Петелья супитана это Христос. Все готово. Идите всем сегодня и говорите обед готов. И ужин готов. Даже в одиннадцатом число, если ты обратишься, и тогда тебя Господь призовет. Евангелие от Мухиа 19, 37 стих. Поветя один просил себя, просил, засудил, что он не умер рук. Если мы призываем Господа, не надо спотыкаться на каких-то непонятных местах, а то начинать критиковать Библию так или не так. Я считаю, что нам Господь позволил прислушаться голосу святых, которые говорили, нужно избирать золотую истередину. Не замшелась старобрядчинка, убежала тысячу лет, лежи вот и дальше. И мы не ринулись, как реформаторы сейчас, которые ринулись, и отлучили, и запретили. А у вас на каком языке служба идет? У нас высокого славянска. Мы единственное простили, умоляли и Господа, и нашего епископа, и Синод, только библейское, которое утверждено синодальное. И мы не перешагнули эту грань. За это мы должны благодарить Бога, Бога, что у нас такая пища. Если кто желает изучать язык, изучайте. Но у нас так можно по-русски, что как-то без всякого изучения мы понимаем, о чем пойдется на славянском языке. И как это безна тяга? Свободно все идет. Евангелист Лука 4, 12-й когда делаешь обед и ужин, то за вене богатых, незнастых, а нищих сирот Бог убудет. Когда наш батюшка женился, мы поставили эту задачу, и усойте, где только нашли в городе нищих, собрались все. Но кто-то осудил, у кого там шило и грязное, хорошо было. Все время думали, так произойдет Господь. Те, которые тебя не могут позвать. Так как ничего не делать, зато он говорит, ты положи начало. Он призывает, призрается нас, возлюбил нас, когда мы были грешники, а вовшивише, в грехах, пороках, вовшивые, исчистотышные овцы. И он нас призвал. Так почему нам так не поступить с нашими ближеных, которые желают знать Господа? Вторая книга Маковейская, 11-я глава, 31-й стих. Иудеи могут употреблять только свои пищи. Они там долго бились. Пришел новый царь и дал это указание. В закон писали, иудеи отныне могут употреблять свои пищи. Это мы получили при Горбачеве. Не забывайте этого. Как бы его ни поносили, мы при Горбачеве получили возможность открывать новые общины, строить открыто храмы. Поругает Ерцина. Ну давайте одно разуем только, что мы на свободе ходим, и за это будем благодарить Бога. Иудеям было до нас привилегие употреблять пищу свою. Запрещали это. Они благодарили Бога. А нам духовную пищу разрешили. Получали из-за границы пошли книги. У меня Дарственным канонам митрополит Виталий своей рукой подписал. А сколько мы получали от Завурова из Канабы отовсюду? Столько у нас и кожи это все жертвы мы получили? Нам государство разрешило употреблять идите и обедайте. Какие же мы блаженные? Какие мы богатые? Что услышали этот голос? И вот мы и обратились к нему. Пермудрый Фераш 14-й главе 9-й стих говорит так «Глаза любостяжательного не насыщаются». И когда много желает, алчный человек когда садится за стол, говорит, он говорит «Ну и много же на столе». То есть еще не ходил, а уже все проглотил. Не надо это. Он говорит «Я за стола, а первый в стола, не бойся стой алчины». И 24-й глава 21-й стих и говорит так «Услышавшие слово от мудрости или это от Божественной Софии» это не 4-й лицо Троица, а сама при мудрости там Христос и говорит «Они насыщаются плодами мудрости». Мы для этого сюда прикладем, для этого у нас идут занятия, чтобы мы плодами Духа Святого насытились. Осталось еще неделя за праздник Троицы. Это самый строгий в году праздник, запомните. Почему? Христос так сказал против Сына человеческого Пасха. Все, согрешит проститься, против Духа Святого не проститься. И Христос говорит «Воу, лучше, если я уйду, тогда Дух Святой придет. Ему должны знать и поверить в это. И Он придет и наставит на всякую правду. Он наставит на как делиться с ближними, как приглашать за свой стол. Как сказать «Придите и обедайте», как в 27-м стихом написано так «Он насыщает нас мудростью». Благодарим Господь, даровавший нам эти святые слова и призывающий нас прийти и обедать с ним. Аминь. 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 Умень. Умень.